Вторая глава книги пророка Наума «Поднимается на тебя разрушитель. Охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресло, собирайся с силами. Ибо восстановит Господь величие Якова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площади, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем. Поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено. Она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Неневия со времени существования своего была, как пруд, полный водою. А они бегут. Стойте, стойте, но никто не оглядывается. Расхищайте серебро, расхищайте золото, нет конца запасом всякой драгоценной утвари. Разграблена, опустошена и разорена она, и тает сердце. Колено трясутся, у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели. Где теперь логовище львов и то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их? Лев, похищающий для насыщения щенков своих и задушающий для львиц своих и наполняющий добычей пещеры свои и логовище свои похищенным. — Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет боли слышим голос послов твоих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова